Белый лебедь Так, Ассасинс, Ран Да, действительно, Белый лебедь А, точно, игра же такая была Белая кредо Сергей, это вы? Подожди, я понял только слово блять Подождите, где охранники? Почему они не болеют за одного из бойцов? Сила лебедя Да ты задолбал одним ударом бить Excellent Impressive Well done Outstanding Finish her Brutality Если умрет, значит умрет Давай, давай, засади, засади Между вами тоненькая перегородка Ты правда не слышишь? Вы чё там, дерётесь, что ли? То ты в одиночку можешь мужиков раскидать То немного плохеет Поздравляю, девять с половиной литров Молодец Наверное, ему надо было ещё сок налить Я тут подумал А если не Министерство культуры То кто даёт деньги на такие фильмы? Музыка Казалось бы А фильмы всё равно отстой Тем не менее Знаете, что я действительно понял после просмотра? Что человек, делавший постер для фильма Имеет девяносто девятый левел хитрожопости И что бокс, кикбоксинг, самбо, муай-тай и джиу-джитсу сосут На деле решает балет Сила лебедя Это мелодия одна на весь фильм Нельзя просто так взять и написать вторую Первые же секунды просмотра создатели балуют нас великолепной графикой А теперь я покажу вам мир глазами Майкла Бэя после того, как он увидел эти эффекты О май гад, мои глаза, мои красивые глаза Если вам кажется, что в вашей жизни что-то идёт не так Успокойтесь Тебе легко говорить Ты озвучил, взял деньги и уехал А мне это досматривать? Гарик Бульдог Харламов Рассказчик Личность которого мы узнаем в конце фильма Как раз он знакомит нас с главными героями Я по теории Дарвина вот здесь, а ты вот тут Чарльз Дарвин МОГЁТ Вообще, свинью можно считать одним из основных персонажей Ведь много юмора, по мнению создателей фильма, связано именно с ней Представьте, что ждёт вас дальше Наши старые знакомые уездный город Хорошие когда-то КВНщики Играют репортеров Наш город проездом посетил сын известного российского олигарха с друзьями Вы чё? Ничего Проезд прошёл в тёплой, дружественной обстановке Чё вы? Хуй, вы чё, ментяры позорные Ха-ха, вот это ржака, пацаны Оценивать фильм по одной лишь шутке С моей стороны, это очень предвзято Дам же шанс российским комедиям раскрыться В секс-шопе виноградинка Надувные куклы в воду Теперь вы можете воткнуть своего врага не только иголку Ха-ха-ха Вы видели это лицо? По-моему, старина Харви уходит на пенсию Охота на уток началась Я вернусь, палочки Продано ружьё Вчера Так что вали отсюда, Адольф Вместе с Виссарионовичем Участкового зовут Адольф Виссарионович Ха-ха-ха Шисенцопфа Как вставила Вас приветствует смерть Капитан первого класса Ха-ха, пилота самолёта зовут смерть Он там ржаком, пацаны Полетели Пока ветер без сучков Весь чертов фильм Все чертовы персонажи бухают Я не ханжа, но ей-богу Алкоголь, как и другие некоторые вещества В кино и книгах нужны для создания образа персонажей Ну, лично я так думал В образе балбеса, по крайней мере в первых фильмах Высмеиваются пороки советского общества Макс Пейн пьёт, потому что у него семью убили И он сломался Женя Лукашин выпил и попал в дурацкую ситуацию А все эти люди зачем пьют? Уважаемый создатель этого фильма Процесс употребления алкогольных напитков Сам по себе не является гэгом Вы к кому? Вы к невесте Ха, мужики с мужиками танцуют и не замечают этого Или не хотят замечать Самые крепкие братья базолёты Ай, капитан Это не от меня Это я до Мулово нагуляла Ну ты и шлюха Что? Что я должен сказать? Ладно, давайте очевидную развязку Трансвеститы, посмотри Трансвеститы, друзья, товарищи десантин Слышишь, кто? Мы не козлы! ВДВ! ВДВшники почему-то путают себя с гомиками И начинают избивать друг друга Из тех, кого этот фильм ещё не оскорбил Ну а рабыни Изаура с участковым едут в автобусе Я хочу знать, кто вы И куда вы едете Ты что, дочь прокурора? Угадали, угадали, угадали Гнида ты Далее создатели пытаются использовать классические приёмы Бенни Хилла Догонялки в ускорении Но без той музыки этот приём сосёт Как и всё в этом фильме В итоге оказывается, что Надя уже продала это шоу И его уже транслируют по телевизору И Надя уже за это получает деньги Она специально всё это подстроила со своей бабкой Вот это поворот! А сброд, не зная, что их транслируют на всю страну Находит дерево, под которым, по идее, зарыт клад Ну а где-то трахают беременную Семенович Блядь, что разурат, наркотики Теперь вы меня спросите Кто я вообще такой? А вот он я Нет, не этот Вот это История о том, как пацаны шли к успеху А в итоге Не получилось, не фартануло. О, нет, не эти пацаны. В своё время имела заоблачные рейтинги и заметно повысила количество чётких на районе. Но можно было не переживать и с 8 до 9 ходить по переулкам спокойно, ведь они смотрели бригаду. Да и, наверное, все смотрели. Взяв многое от криминальных фильмов Голливуда, создатели умело передали атмосферу 90-х, а также собрали хороших и не запачканных на тот момент убогим кино актёров. Причём актёров много. И все они наши, родные. С тех мест, где берёзки шумят. Среди русских сериалов до выхода ликвидации бригада, наверное, вообще был лучшим. ТВ ещё не погрязло в мыльном дерьме и деньги на каждую серию выделяли добротные, поэтому по качеству сериал даже сейчас обходит многие российские фильмы. Делали умелые люди и делали хорошо. Поэтому и сериал получился популярный. Популярный настолько, что безруков до сих пор не может отбиться от образа криминального авторитета. Ни Есениным, ни Пушкиным, ни Майклом Майерсом, ни даже сыном Бога. Смотри, Саша Белый распят. И с 2002 года я задался вопросом. Столь популярный сериал, почему бы не снять продолжение и не пустить его в кино, чтобы заработать ещё денег? И вот, спустя 10 лет до них дошло. И они явились в стране сиквел. Стоит ли мне, Лиффе? Стоит ли мне, Лиффе? Стоит ли мне, Лиффе? Эта 2 Наследник начинается в тёплых краях, где к своей беременной жёнушке едет Саша Белый, похожий на Эльдара Чеченова и одновременно на плохой спецэффект. Теперь и Безруков сыграл Безрукова. Проклятие Безрукова добралось до хозяина. Всё вроде бы хорошо, но вдруг начинает играть тревожная музыка отечественного Ханца Циммера. Знай наших! Ламборджини как бы главного героя сериала начинают обстреливать. При этом вот что странно, бюджет фильма 6,5 миллионов долларов. И я задаюсь вопросом, зачем было использовать технологию комбинированной съёмки? Сейчас же не эпоха немого кино. А если это хромакей, то почему на зелёнку вывели осень? На улице, блядь, лето! Осознав, что пуля Калашникова не пробивает стекло машины, брат-террорист Киржакова берёт РПГ-26 с пробиваемостью 220 миллиметров. И после двух попыток ракета немножко гнёт кузов. Ну так, совсем чуток. Противотанковая же ракета. Никто не говорил, что она против автомобилей. Сын Саши Белого подрос, теперь у него появилось не только имя Иван, но и друзья. Правда, в отличие от друзей его отца, он своих почти не знает, но они друзья. И, конечно, они хотят делать бабки, ведь они... Бригада. В Бригаде 2.0 состоят Иван, его играет сын Макаревича и Стивена Сигала эпохи Ника. Фил, его играет сын Нагиева. Сидни, его играет сын Тарзана. А также Келли, её играет дочь Петросяна. Вообще-то я думаю, что нет смысла обсуждать с вами детали операции. Вы ведь всё равно пойдёте в расход. Ебать колотить. Смотрите в правильном переводе гоблина. Мудила. Слушай, ты придурок. Я не для этого 10 лет похолновижу, чтобы какой-то тинейджер с гормонами за один день мне всё испортил. Блин, почему ты ему с утра не позвонил? Ты же главный, почему ты не контролировал ситуацию? И зачем ты их вечером в клуб повёл? Ты... Ты... Тор для бедных. Мы вместе в это ввязались. Значит, его путаться надо вместе. Согласен. Что случилось? The Great School to Learn Great Britain Language of the Александр Усневский. And why do you speak Russian? И почему ты опять говоришь по-русски? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Why did you hurt Alex? Зачем ты обидел Алекса? Talking ride every day. Kick people to the face who laughing about your pronunciation. And call the motherfucker. Не Оссадина! Очень Р === Полёт Лосятины找 Я хочу тебя заадена tiro На фоне хренового Хр церковão Херовые Херои пытаются пройти испытания с канатами, дабы получить ключи кускарцев ура Изи есть Ну или как-то так Первый российский фильм ужасов, да еще и снятый по мотивам повести Гоголя Вий. Вам тоже не терпится узнать, какой он. Ну, очевидно, что фильм «Ведьма» не первый, хотя вышел раньше «Обходчиков» и «Юленник». Первым российским фильмом ужасов я считаю «Прикосновение» 1992 года выхода. Многое из того, что вышло раньше, фильмами-то нельзя было считать. А «Прикосновение» ничего такой. Пугал, 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 пугал. Особенно ночью, в 92-м году. Ну, а самым первым фильмом ужасов, снятым на земле русской, считается немой художественный короткометражный фильм 1909 года выхода «Вий». К сожалению, утраченный. Но вернемся к «Ведьме», которую так рьяно позиционировали первым. Зрители встречают нарисованные в программе «Майкл Бэй Эпик Креатор» титры, которые пугают своим убожеством главного героя. Внезапно оказывается, что первый российский фильм ужасов снят полностью на английском. Почему? Извини, так получилось. Извини, так получилось. Знаете, когда люди пытаются изобразить отсталого, они говорят именно таким голосом. Мудатский российский дубляж! Теперь мы делаем дебильными не только названия фильмов. Ублюдок. Людям подчас выпадают испытания, которые не преодолеть безбожьей помощи. И вот еще. Да кто там на пианино играет? Хватит! Я не понимаю, что он говорит. Прошу меня простить. Мне пора продолжить свой путь. Иисус? После этого любимого режиссерского хода Олега Фисенко, ну, натужный пафос и бессмысленные сцены. Герой, наконец, едет в этот городок, но по пути у него ломается машина, которую он решает переждать ночь, если бы звук дождя не спровоцировал его мочевой пузырь. А так как замок в машине классический, квартирный, вернуться он в сухость не смог. К слову, он и в туалет не сходил, что делает эту сцену, и, следовательно, все из нее вытекающее, абсолютно бессмысленное. Приют, как ни странно, он находит довольно быстро. Крышу над головой ему дарует милейшая старушка. Думаю, может быть, у вас найдется что-нибудь поесть здесь. Кусочек сухарика. Майонезика не хочешь? Господи, кусочек сухарика. Кто писал сценарий? Попробуй запросить страх от этих плохо нарисованных мышей. Давай! Блин, вам даже лень было звуки падения камней добавить. Опять все за вас. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Они вцепились мне в волосы, они у меня в волосах. Помогите. Помогите. Эй, с... После такой веселой ночки, Айрон первым делом бежит не прочь из города, Он бежит в библиотеку, где в непристойно близком контакте ДЛС советует Айвену на вторую ночь начертить мелом круг Как сделал бы Гоголь в попытке уберечь свои произведения от подобных экранизаций После столь нужного совета герой пытается уехать на велосипеде ночью в лес Если ехать по дорогам, будет не так страшно, а у нас ужасы Ну, правда, ужасы Да, кого я обманываю Потому что это, видимо, мистический фильм Из города уехать нельзя Поэтому он идет в бар, бухает, бухает Внезапно бухает уже в церкви Умывается в гробу И, наконец, прилетает ведьма Стоп, а почему он ее вообще боится? Ну, летает где-то труп, но он ничего же не делает Мало того, этот труп должен тебя бояться Кто знает, что у этих живых на уме? Смотри, меня Смотри Я не собираюсь играть с тобой в гляделки Извини, так получилось Тот самый неловкий момент, когда фильм 67-го года пугает куда сильнее современного аналога Я не буду вспоминать такие слова, как мотивация, причинно-следственная связь Операторская работа человека, не болеющего Паркинсоном Освещение на съемочной площадке Я скажу одно Олег Фисенко могет Продолжение следует... Продолжение следует...